Всем привет! Сегодня мы продолжаем наши карантинные выпуски на Данжи Фэм. И в гостях у меня еще один долгожитель ДМа, не побоюсь этого слова, Омага. Привет! Привет! Как дела? Ну как, отлично, карантиним. Вас еще там не выпускают на волю? У нас уже никто особо не спрашивает, можно на волю, не можно на волю. Все уже выходят как хотят, полиция ходит и так смотрит осуждающе. Отлично, отлично. Окей, давай начнем с самого простого и тривиального. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет, если это нормальный вопрос, конечно. И откуда, и чем ты занимаешься? Вопрос нормальный, на самом деле, я не очень верю, что в интернете есть какая-то анонимность. Мне 37 лет, меня зовут Аня, я из Киева, родилась здесь и почти всегда здесь жила, там, исключая год в Штатах и еще некоторые отъезды. Занимаюсь я, в данный момент я занимаюсь бизнес-анализом. Образование у меня высшее фармацевтическое. Неожиданно, но похоже на классику жанра, когда мало кто работает по специальности. Я только год назад ушла из своей специальности. А, вот оно что. Ну, тогда добро пожаловать в новый мир. Ага. Кстати, Аня, такой вопрос. Предыдущие два моих гостя были прямо очень нацелены на приватность, скажем так, никто даже свое реальное имя не назвал. Как ты относишься к подобным моментам? Я хочу, могу оставить людям их иллюзию. Я могу сказать, что мои фотографии гуглились по моему нику еще десять лет назад, а сейчас не гуглятся. Появилась какая-то то ли певица, то ли что-то такая с таким же. Вот. Еще я предпочитаю все же обращение по нику Амага, но это, в принципе, как тебе удобнее. Без проблем. Да, анонимность в интернете решается там в три хода. То есть у меня, когда-то меня очень заинтересовал на ДМе один парень, мне стало интересно, кто что в жизни. Я загуглила ник, нашла какие-то общие точки соприкосновения и получила его фотографии с игры уже, ну, живой игры. Ну, там буквально в три-четыре хода гугла. Поэтому где-то, нет, человек может рассчитывать на свою анонимность, если он использует этот ник только вот на этом ресурсе. Больше нигде, нигде не светится почта, нигде не светится, там, скайп его или что там сейчас используют? Дискорды. О, Дискорд, Телеграм, Зум. Не знаю, мне как-то просто всегда казалось странным даже на подобных интервью, даже в текстовом формате, люди зачастую как-то не представлялись, хотя что может случиться от имени, казалось бы. Хотя, может, я недостаточно мнительный просто, кто знает, ладно. Окей, давай тогда дальше. Расскажи, как ты пришла в ролевые игры, как вообще девушки попадают в ролевые игры? Какой странный образ. А как парни попадают в ролевые игры? Мне кажется, что все попадают одинаково, все как-то находят какой-то свой путь. Обычно это для меня обычно, может быть, для кого-то это необычно. Ты либо сталкиваешься с какой-то столкой, в смысле словесной ролевой игрой, либо ты сталкиваешься с форумкой. Я столкнулась с толкинистами. Мне понравились эти ребята с деревянными мечами, в доспехах. Это было 20 лет назад. Вот, прозвучало. Ну, а я, например, увлекающаяся, романтичная, и мне тоже захотелось быть с ними, но как же подойти к этим прекрасным лебедям, ведь неважно. Вот. Я нашла подружку, которая встречалась, значит, с одним из команд и спросила, а можно ли мне к ним на тренировку. В общем, потом уже и подружку из команды выгнали, а я все еще была в этой команде. Я сейчас не помню, как она называлась. Неважно, важно. Ну, то есть я пришла в форумные ролевые игры, из ролевых игр живого действия, как сейчас их модно называть, ЛАР. Туда я пошла просто, потому что я их увидела, и мне стало интересно. Вот. Ну, также у меня там был заход в АДНД, в живое настольное АДНД. Мы собирались в институте, прогуливали пары, естественно. У нас был мастер Алексий, он водил по 5-6 часов в день, 3-4 раза в неделю. Ну, в общем, из института вылетали все, включая Алексия. А когда не водил он, водил кто-то из его игроков, и вот там попасть на игру к нему, это было очень круто. Я играла у одного из игроков его, ну, и ходила послушать его игры. Круто. Такая хорошая, типичная история ролевизма. Кстати, раз уж ты занималась полигонными играми живыми, ЛАРПом... Почему занималась? Что еще занимаюсь? Все еще достойно, достойно. Окей, у меня есть небольшой тогда вопросик. А как ты с кабинетками, особенно по вампирам, такое тебе доводилось? Конечно. Мне приходилось играть и в кабинетки, и в кабинетки. То есть в кабинетки, которые ставили мастера какие-то в Киеве. Более того, я участвовала в проекте «Украина в ночи». Это была уже всеукраинская игра по ВТМу. У нас один из основных вдохновителей по стилю был Алекс. Он либо обычный, либо Алекс Монкис, либо Ашкин как-то там подписывается. Мы играли с 2002 года по 2015. Не все время, но 2-3 месяца в году. Игра городская шла, правила менялись. Ну, то есть я начала в нее играть в 2005. Правила менялись от живой боевки к каким-то карточным. Потом мы использовали один МЭД, второй МЭД. Это уже официально Беловолковский МЭД. Вот. Я с 2007 по 2013 даже на этой игре была князем Киева. Кроме того, были еще какие-то городские ВТМы от других мастеров, которые я играла. И этот мастер-группы «Малевентум» точно я играла у Сережи Лысова. Да, ну, это все-таки киевские. Я играла в львовский ВТМ, ездила во Львов несколько раз. В пятницу вечером после работы я садилась на поезд, чтобы попасть на ролевую игру во Львов. И я делала так в течение двух месяцев подряд. Ну, не только я. Мы тогда с моим парнем в каждом ездили. Круто. Да. Кабинетки, естественно, более мелкие игры мы тоже играли. Очень разные. Начиная от сняли базу, ну, заканчивая там сняли зал. Плюс была недавно во Львове игра Game of Fanks. Его ставил Марк Рейнхаген, ну, собственно, один из авторов ВТМа. И на этом прогоне, ну, моя катерия выиграла игру. Ну что ж, поздравляю тогда, да. Серьезно. Я смотрю, у тебя опыт прямо очень большой, это мягко сказано. И как раз тут у нас есть вопрос от Кайолы с ДМа. Звучит он примерно так. Я знаю, ты играешь не только в форумном или настольном формате, но и в полигонах. Расскажи об особенностях этих трех форматов в сравнении их друг с другом с точки зрения твоего личного опыта. Какие преимущества и недостатки каждого из них в сравнении с другими? Вот так вот немножечко заверчено, но надеюсь, что плюс-минус понятно. Окей. Ух ты. Видишь, как люди знают что-то обо мне. А какая может быть анонимность в интернете? Я не знаю, откуда Кайола знает, где я там играю в полигонные ролевые игры, но форматы действительно очень разные. Полигонная ролевая игра, это, ну для меня, это вот сейчас. На самом деле то, чем для меня являлась ролевая игра за 20 лет, очень сильно поменялось. Вот в данный момент для меня полигонная ролевая игра, это несколько месяцев подготовки, которые должны выстрелить ярким фермером. На там 3, на 2, 3, 4 дня. То есть все, что ты там копил, придумывал, делал какой-то антураж, шил костюм, придумывал какие-то фишки своему персонажу или там придумывал нескольких персонажей. На полигонной ролевой игре можно умереть, да? То это нужно концентрированно всунуть в эти 2-3 дня, сыграть по максимуму. На полигонной ролевой игре нету такого, я не тороплюсь, и сделаю это завтра. Потому что завтра может быть последний день игры, а может быть уже день разъезда. Это не значит, что нужно бегать электровеником, терять какие-то моменты отыгрыша. Это значит, что нельзя придерживать ничего, нельзя жадничать. Нужно давать и брать от этой игры максимум в эти 2-3 дня. То есть концентрированная подготовка и потом вот этот яркий фейерверк. Форумная ролевая игра может идти годами. Я, честно говоря, не во всякую игру готова играть годами, но в некоторые — да. А опять-таки форумная ролевая игра — это ролевая игра, которую ты можешь поиграть, чтобы отстричься на обеде. Если она еще и довольно активно идет, у тебя там есть какой-то пост в день или больше, меня в основном интересуют такие игры, то это фактически твоя ДНД-сессия не заканчивается никогда. То, чтобы это хорошо или плохо, каждый решает для себя. Не обязательно это ДНД. Форумная ролевая игра, она больше, ну, конечно, по литературу, меньше возможности всунуть свои 5 копеек в пост человека. То есть человек написал пост, что он уже сделал вот это. Ты такой, я вообще-то был немножко против, и тут нужно как-то либо договариваться, либо, ну, что-то такое. Либо вот даже сделал — это не страшно. Он сказал то, что-то, после чего ты должен был его, например, там, не знаю, ударить, да? А он еще после этого речь, что, ну, 20 минут. И говорит, и говорит, да. Так. На самом деле он должен был заткнуться еще на первой фразе. Ты такой, типа, мне нужно посреагировать на то, что на твое первое предложение, условно говоря, или там возразить тебе в первом предложении. Человека сложнее прервать. А форумная ролевая игра, поскольку слоу-коки победили мир, ты захватили мир, очень часто ты пишешь пост, не к кому-то не обращаясь, чтобы не ждать ответа от этого ответа. Есть такая проблема. Посты пишут вот так, чтобы не ждать ответа. То есть ты обращаешься в пространство, обращаешься ко всем, кто тогда ответит. Я люблю играть с людьми, с которыми я знаю, что они ответят, чтобы не бояться к ним обратиться и не ждать это потом две недели. Или даже неделю тоже не понимаю этого. Ну, то есть мы либо играем, либо не играем. Если мы пишем книжку, то это немножко другой вид творчества. Согласен, согласен. А что насчет настолок? Настолок? Я чуть много играю в настолке. В данный момент у меня активных настолок нет. Я, собственно, играю и вожу. Оно водило раньше точно. Знаешь, как это сейчас? Мой клуб за 30 позаводил детей, ипотеки, квартиры, и стало немножко сложнее. То есть кто мы ролевики? Что мы хотим играть? Когда завтра я не могу, меня отражает кошка, ну и так далее. Столок стало сложнее собирать. Ну, хотя, на самом деле, добавились много других способов. То есть можно играть по Zoom, можно играть, раньше по Skype было. Есть сайты, ну, там, помимо демо, где они более анонимизированные, где, конечно, используется уже не только текстовый формат, но при этом все анонимные, при этом просто, ну, очень более технологичные. Вот я, честно говоря, там не играю, потому что мне не нравится вникать в эту технологию. Но несколько, ну, как бы, лекций на эту тему на конвентах я послушала. Нормально. Тогда хотела спросить, собственно говоря, из этих трех видов игр, какой из них тебе более всего близок, что ли? Если мы говорим полигонные, настольные и форумные игры. Полигонные. Полигонные, потому что это живое переживание прямо здесь. Их очень сложно сравнивать, но, наверное, все же полигонные. Ну, то есть это живое переживание прямо здесь и сейчас. А нет такого, что не дотягиваешь по каким-то моментам, например, может быть, ты отыгрываешь или пытаешься отыгрывать какого-то очень мощного воина, но, ну, ты не воин в реальной жизни, да? И это немножечко все смешивает все карты. Смотри, когда я этим делом начинала заниматься, вот как ты фехтовал, как ты бил человека дубиной, потом там юралевым мечом, потом стальным, так ты его и бил. Вот как ты мог сыграть, такой ты и воин. Честно. Да, честно. Потом в нашу жизнь пришел ларп и протектированное оружие. Оно резиновое. Ну, оно не резиновое, то есть оно из пенорезины всякой. Бывает литой, бывает ева. Понятное дело, что фехтование этой резиновой штукой, нет, оно гораздо легче. В смысле, само оружие. Да, а, я должна сказать. За эти 20 лет я умудрилась сходить в бугурты и назад. Я никогда, у меня, я всегда принципиально шла на максимальный контакт, в смысле, и на максимально боевые роли, потому что это, ну, во времена моей молодости, это были, ну, как бы более ценные, уважаемые члены общества. А еще мне это нравилось, то есть мне нравилось дать в дыню, получить в репу. Я была моложе, и у меня неплохо получалось, на самом деле. Я была одной из первых, не первой, но одной из первых девушек в Украине, которые отстояли свое право выступать на фестивалях в бугуртах, выступать на турнирах в общих номинациях. Ко мне сейчас бывает, что не хочешь стать стариной. Я такая, старина отвалится. Я затренировалась много лет, вы хотите попить, еду, я лучше бы думала, что помнишь такой, какой вы меня помните. Естественно, в какой-то момент я пришла в буря техногенные игры со страйбольным оружием, то есть я пару лет пропустила, а потом я вернулась и узнала, что у нас существует электронная магия, что у нас существует протектированное оружие, что у нас появились какие-то просто офигенные, фантастические, красивые костюмы, разошибенный антураж. И я сказала, я хочу это. Я хочу делать это, я хочу заниматься этим. Все умеют эффектовать. Ну как, я не мастер спорта, да, но я знаю, с какой стороны берутся за меч. Плюс в играх на протектированном оружии то, за что нас... Ну то есть это очень спорная сейчас, очень такая пробивающаяся вперед тема, которая, ну вот, она очень спорная и очень много срачей порождает. Артистическое фехтование. То есть ты отыгрываешь то, как ты фехтуешь. Ты можешь быть... Я видела, как люди, которые чемпионы Украины, условно говоря, играют то, что они не умеют фехтовать. Или там, что вот этот персонаж, который, знаете, с какой стороны взяться за меч, прошел там пару мастер-классов перед игрой, а играет он гораздо более крутого персонажа. Я видела, как люди таким персонажем статально поддаются. Я больше этого видела в Европе, чем в Украине, там, я не знаю, как это происходит в России, но я видела, как люди делают в игре артфехты. Как они импровизируют, как они отыгрывают то, что в них попали, там, вручным мечом, там, от швырнула вот три метра, вот, прыгивают. Иногда это выглядит гелепо, иногда это выглядит очень хорошо. То есть фактически, прием поможет стать частью оттуда. Ты отыгрываешь, насколько хорошо. Все равно, если ты не знаешь, с какой стороны взяться за меч, взял его первый раз в жизни, твои рефлексы скажут тебе, веди себя как краб. На планисии, там, марши рукой, чтобы достать подальше и бойся всего. Нет, не рваться надо, но когда мы пришли к фактированному оружию, когда мы пришли к код-игрушу боевки, мы пришли к именно код-игрушу боевки. Все еще существуют игры, там, на дюрале, все еще существуют бугурты, все еще существует, кто как по жизни фехтует, тот так и фехтует. Более того, в ЛАРП-тусовке, ну, в ПО-шной тусовке, они, на самом деле, в Украине сейчас немножко разделились, и мы там их пытаемся то объединить, то разделить, то понять, что с кем с ним делать. То есть движение ищет себя. В ЛАРП-тусовке все больше продвигается идея именно отыгрыша. Отыгрыша ранений, отыгрыша веса оружия. Ну, то есть, если ты тащишь с собой большой двуручный молот, у меня, кстати, такой есть, то сыграешь, то он там весит как наковальня. Ты все еще можешь быть паладином серебряной длани, наверное, все же чуть медленнее, чем вот тот вот парень мечет. Хотя, если вы по нему попали, то его, конечно, должно унести на 5 метров. Если он это не сыграл, то виноват он. Ну, то есть, каждый отвечает за себя, каждый пытается сделать другому красиво. Я очень надеюсь, что такого будет с каждым годом все больше. У нас есть даже специальные тренировки по алистическому фехтованию, по ПО-шному фехтованию. Там учат людей падать, там учат людей красиво фехтовать, там учат людей поддаваться в бою. Для меня самое сложное на этой тренировке было, окей, я сейчас должна проиграть. Как мне это сделать? Как мне сейчас проиграть? А я же хочу проиграть красиво, чтобы это не случайно меня там три раза шлепнули, и я умерла. Мне же хочется, чтобы это был важный, важный момент. Хотя это все равно, все равно все еще тренировка. То есть, мне нужно было довериться настолько, чтобы, ну, довериться противнику настолько, чтобы открыться. И для меня это заняло довольно какое-то время. Честно говоря, я вот прям не верю, что такое можно сделать нормально на играх, не подготовившись. То есть, для меня импровизация в этом моменте, она исключительно в подготовке. Если вы перед игрой сделали какую-то домашнюю работу, вы поставили бой, чтобы это выглядело красиво, тогда это будет выглядеть красиво. Извиняюсь за тавтологию. Но прямо на полигоне сделать так, ну, блин. Мы делали это так. Да, это были договорные бои. Было только самое начало этого движения. Мы делали это так. Мы играли с одним мужчиной. Мы с ним играли на игре по Варкрафту Пару, которую разлучила злая судьба. Он был рыцарем смерти, а я паладином серебряной длани. Естественно, у нас было очень много таких пафосных сцен, где мы там не добивали друг друга, но там боевали, ругались, спорили, мирились, спасали мир вместе. Всякое было. То есть, у нас игра пошла совсем не по канону. Но изначально мы договорились, что мы будем насыграться, решать с ним, куда мы дальше будем вести нашу игру, чтобы нам обоим было по кайфу. И у нас были сцены, когда мы с ним сталкивались и воевали, фехтовали. Нам хватало взаимопонимания несколько раз перемирнуться. То есть, игра была хитовая, но мы не использовали хитовую систему. Типа, давай сделаем красиво. Ну, то есть, у нас там были свои условные знаки. Окей, сделаем красиво, поехали. Я знала, как подставиться, как его толкнуть, как он подставится. Мы импровизировали и получалось так, чтобы там народ собирался... Мы это часто делали перед Кабаком, чтобы выманить людей оттуда, и народ собирался поспорить. Не могу сказать, что он или я занимались отдельно сценическим фехтованием. Ну, несколько тренировок. Ну, я имею в виду, здесь вы понимали друг друга, потому что, наверное, были знакомы, да, как-то так. А если ты встречаешь совершенно незнакомого тебе игрока где-то в поле, посреди поля? Мы списались и договорились, что мы будем играть эту историю до игры. И мы познакомились за неделю до игры при поездке на полигон, там ездили смотреть, что там с полигоном, где нам строить крепости и все такое. Мы познакомились там, переговорили и дальше просто играли. Это не то, чтобы мы знали друг друга много лет. Понял. Хорошо, звучит, но все еще звучит круто так или иначе. И надеюсь, что такое будет развиваться и дальше, и дальше. Кстати, по поводу Кайолы, откройте небольшой секрет. Он в своем бложике на ДМе писал, что он тебя знал еще по, как раз, с полевым играм. Где-то вы там были знакомы, но на ДМе, как я понял, ни разу никогда не пересекались. Так что это твой знакомый человек из твоего прошлого, наверное. Или из настоящего. Или из настоящего. Откуда угодно, запросто. Ты упоминала про форумные ролевые игры. Ты сразу же попала на ДМ или были ли какие-то промежуточные проекты? Я сразу же попала в Google. Загуглила, нашла ДМ. Решила, что это сложновато. Да. Ну, то есть, реально сложновато, а еще сложившаяся комьюнити. Я такая, думаю, наверное, что-то кроме него есть. Пошла, поискала. Нашла. Поиграла. Не понравилось. Вот. Ну, нашла, на самом деле, сейчас каких-то своих интернет-знакомых. То, что они там водили. Делали проект по Миру Тьмы, но мне такая их трактовка не зашла. Решила, что ладно, пойдем разбираться с тем вот сложным беленьким сайтиком, а заодно на работе не палим. Это большой плюс ДМа, то, что его невозможно... Ну, то есть, что на работе в то время, особенно, то есть, когда черные экраны в моей жизни значили, что я занимаюсь чем-то левым, да, там, нерабочим. Понятное дело, что на эти форумы я ходила только в нерабочее время. ДМ был бы просто пойди пойми, чем я занята. Сейчас все немножко поменялось, но я сейчас серьезнее отношусь к работе. Я вернулась на ДМ, я тогда очень увлекалась ВТА, The Werewolf The Apocalypse. Шла там игру, она как раз только стартовала, я списалась с мастером, вот, меня взяли. Я себе поиграла очень неплохо. Мастером оказался молодой парень откуда-то из Астрахани, мы еще знакомились, еще какое-то время общались в интернете вместе, пытались еще одну игру сделать, но она как-то так не взлетела. А дальше я там пошла экспериментировать, знакомиться с комьюнити, аккуратно ходила, там, понюхивалась. Ну, у меня уже был опыт ролевых игр, я знала, что там нельзя наступать на мозоли корифеем, вот. А где-нибудь здесь наверняка есть гидовщик, где, пожалуйста, найдите, да? А тогда же еще гоблинов всего этого не было. Но я как-то так попробовала, пробовала, у меня там какие-то были очень много крутых игроков, ну, по тем временам. И я вообще, меня туда взяли каким-то чудом, а я, блин, ее не вытянула, потому что у меня случился, оврал на работе, а нужно было вот, так сказать, в свое время постить. Ну, моего персонажа убили, но я, честно, написала мастеру, говорю, слушай, есть проблема, да, спасибо, что ты меня взял. Мы сыграли отлично несколько кругов, но вот сейчас я просто не смогу в нужное время отписаться, у меня тут командировка и все такое. Ну, убили и убили, бывает. В смысле, ничего страшного не произошло. И это была такая игра с местными старожилами. А потом я перестала вообще париться по этому вопросу и там как-то делить людей на стареньких, новеньких, авторитетных, не авторитетных. На самом деле, я и в ролевых играх, ну, в ларп-тусовке точно так же, как это я, когда я пришла, там было очень много авторитетных людей, я их всех не знала, и я решила, значит, я буду уважать их за то, когда я с ними познакомлюсь за какие-то их дела. А вот говорить, о, вот тот человек сказал, я не буду. Я точно так же, в определенный момент решила на ДЛ. Все правильно. Кстати, у тебя за почти 10 лет, 54 игры, где ты как игрок, и из них всего лишь две покинутых. Всего две. Это настолько правильный подход к выбору игр, или ты такая обязательная? Кстати, я давно не смотрела в свой профиль. Я, ну, часть из них дохла на взлете, как это часто бывает на ДМе, мы долго генерили персонажей, придумали все, мастер написал трипостя, и нас дохло. Смысл ее покидать, она там через неделю ее кто-нибудь закроет, или сам мастер, или еще кто-то. Ага. Если тебе не нравится, ты сам ее портишь. Если тебе не нравится игра, ты тянешь с постами, ты ждешь, ну, вот сейчас у меня будет настроение, я напишу. Где-то там есть игроки, которым эта игра нравится. Если ты ждешь настроение, чтобы написать, то они сидят и ждут твоего поста. Ну, конечно, не факт, что они там прям сидят и обновляются, хотя есть и такие. Но они ждут твоего поста, а тебя просто не нравится, ты не хочешь, ждешь настроение. Ты поступаешь нечестно. Да, мне очень стыдно, я так делала, мне даже хочется извиниться перед этими людьми, с которыми я так поступала, вот, просто мне нужно было сказать, окей, там, нужно отрезать этой кошке хвост за один раз, а не по кусочку, вот, все, извините, игра классная, тема классная, у меня не заходит, бывает Абсолютно нормально, да, на ДМе, такое случается, что уж там И очень важно не заставлять людей ждать, потому что если что-то убивает игры на ДМе, это ожидание, для меня это по-любасу ожидание, причем, что как мастера, бывает такое, что вот есть персонаж, он должен сейчас принять решение, а я, он пропал Он пропал, уехал праздновать Новый год, никому ничего не сказал, 13 дней его нету, а ты как мастер просто перегораешь, ты уже сыграл эту историю у себя в уме, и как ты дальше будешь ее вести? Нет, не будешь, так у меня сдохло благие намерения Аминь, что ты скажешь Кстати, по поводу мастерских игр, у тебя их что-то вроде 9 или 10 Я ассистентом часто бывала Да, я бывала ассистентом, я умею водить игры, я умею их придумывать, но это все же, ну, это труд большой, он требует большого вложения, большого ресурса И последних несколько лет, ну, будем честны, faces of depression, все дела, у меня была тяжелая депрессия И я так до конца и не вылетела в то состояние, когда я могла, когда я могу водить Я не могу себе честно сказать, что если я сейчас начну модуль, я буду вести его до конца Я буду там постить несколько постов в день всем игрокам А если я такого, и я буду тут четко уверена, что я это все брошу Если я не могу этого сказать, я не начинаю Честно, а была в итоге хоть одна тогда твоя игра, которая дошла вот прямо от начала до конца? Ну, почти до конца дошли многие намерения, они были на финишной прямой Мне нужно посмотреть свой профиль на самом деле Я не могу сказать, что я довела, ну, что у меня есть, были оборотни тоже еще какие-то, которые почти до конца, они тоже были на финишной прямой Что-то случалось, кто-то пропадал, либо что-то случалось со мной, либо кто-то забивал, ну, что-то случалось Бывает такое? Да, shit happens Да уж Кстати, я правильно понимаю, что на ДМе ты особо участия в жизни в форума не принимаешь? То есть, там, не в чате посидеть, на форуме там, что-нибудь администрацию пообсуждать, ничего такого? Ну, что, я, ну, да, ну, то есть раньше у меня поделяло этому больше времени Я там участвовала в каких-то кросспольных срачах или каких-нибудь еще Про администрацию я не то чтобы обсуждаю, ну, люди делают работу на добровольных началах Уделяют этому кучу своего времени, людям, вот, их нужно честь, хола, теньки Брать в свои игры в первую очередь, если они вдруг хотят проиграть Потому что они уделяют этому кучу ресурсов для того, чтобы нам было хорошо Делают ли они при этом хорошо или хуже? Другой вопрос Так это безвремя рассудит, и все, что будет плохо, оно отомрет Я не очень понимаю перманентные баны там до какого-нибудь там Да, кстати, раньше они были до 25-го года, а сейчас вроде до какого-то другого А то некоторые люди вышли из банов, потому что прошло 10 лет, вот То есть этого я не понимаю, я понимаю это в случае каких-то ботов А если там человек просто там, ну, будет рубиться, при этом будет еще что-то Ну, я так полагаю, там так или иначе бывают амнистии, даже таких людей выпускают Да, я помню такие амнистии, я помню там эти демонстрации игроков Верните Артемис, еще что-нибудь такое Вот как сейчас оно происходит, я не знаю Как вообще, кстати, относишься к демократии на форуме? Она нужна или все-таки лучше старая, добрая талитария админская? Ну, она должна быть до тех пор, пока не напрягает админов В смысле, она не должна утяжелять работу админов Потому что, если ты что-то администрируешь, ты делаешь это на добровольных началах Ты там не получаешь за это деньги, это не моя работа, ты пратишь на это свое время Очередное выступление очередного там мегахакера не должно увеличивать количество твоих часов на деме в два раза, условно говоря Но, в то же время, люди голосуют ногами Если людям что-то не нравится, они просто уходят Потому что дему нет особо альтернатив Именно на этом техническом уровне форума с дайс-окидалкой Потому что техника пошла дальше Но не все хотят идти за техникой дальше Хорошо, там, олдскульно Отличный форум-сайт, удобный интерфейс Но люди голосуют ногами Если людям что-то не нравится, то они уходят То есть здесь должен быть какой-то баланс между пожеланием общественности И комфортом тех, кто делает для нас этот сайт Может так, если те, кто делает для нас этот сайт, выгорят Если они решат, что какое-то моральное удовлетворение, которое они от этого получают Не стоит тех конфликтов, руганий, которые они тоже получают То сайта не будет Не будет демо и будет плохо Но если люди решат, что здесь слишком строго, слишком жестко И некоторые поймавшие звезды Ну, я не говорю, что сейчас кто-то есть такой Я не читала форум демо В смысле обсуждения демо А до этого я их тоже прочитывала Ну, до последних лет я читаю их Преагонали Просто даже иногда только название тем Ну, то есть если люди решат, что здесь кто-то там поймал звезду И там занимается каким-то буллингом Или просто там, ну, преследует кого-то Или затягивает гайки Запрещает, не знаю, что-нибудь, что хочется делать Люди просто уйдут, и тогда не будет этих людей То есть сайта не будет не без администрации людей, которые вкладывают в это свое время ресурсы Не без игроков То есть нужен какой-то баланс Плюс я еще знаю, что в России очень строго там с законодательством Поэтому вроде как на демо сейчас гайки завинтили Матюки из профилей, я помню, меня заставили убрать Но это было очень много лет назад А сейчас там вроде как и описания игр должны быть в каком-то форме Либо закрывай все, и чтобы не будет все Есть такое, да Да Я очень поддерживаю в этом плане нашу мастер-группу сопряжения украинскую Которая говорит, у нас на играх контент 16 плюс Никого меньше 16 лет, старшину младше 16 лет здесь быть не должно Ну, просто вот так Я в ролевых играх выступаю за свободу контента, самовыражения Главное, чтобы всем нравилось Но я понимаю, что законодательство может просто взять и закрыть сайт И тогда не будет ничего Поэтому делайте так, чтобы законодательство этого не видело Всем было хорошо, да И законодательство тоже Кстати, что ты думаешь насчет донатов? Это оправдано? Да, я считаю, что это оправдано Единственное, что, ну, конечно, бывает сложно это сделать из другой страны Донат оправдан, потому что человек, который должен вкладывать в это свои реальные деньги И немалые, насколько я понимаю, скажет, да ну его нафиг гораздо раньше То есть он не только время вкладывает, но еще и деньги Он должен минимум самоокупаться Согласен Да А Мага, ты донатишь? В данный момент нет, потому что я нахожусь в Украине Донатить надо в Россию То есть если бы это можно было сделать очень просто с карточки привата Я бы это делала А поскольку с карточки привата это сделать нельзя То придумывать способ делать это через WebMoney, PayPal, еще как-то Я просто не пользуюсь платежными системами Угу Хотя, по-моему, в последнее время с карточки, с кредитки как-то можно было закидывать Но я, честно говоря, не уверен Я проверю этот момент Я помню, когда это всплыло И я поняла, что мне нужно решить как-то вопрос с WebMoney И я такая, блин, мне очень стыдно Я не пойду решать вопросы Это нормально Дорогие радиослушатели, не забывайте Донаты Это достаточно важно Очень важно для нашего любимого сайта Так что поддержите dungeonmaster.ru рублем Ну, или долларом, или евро Кому как удобней А мы пока что продолжаем И двигаемся все ближе и ближе к насущному К играм Амага Как так вышло, что мир тьмы Занял, по моим ощущениям, приличное место в твоем ролевом сердце? Так получилось, что, да Я посвятила этому довольно длительный период своей жизни Из-за городских игр Так получилось, что я неплохо знаю сам мир И систему Ну, то есть игровую систему И изучение бэка мира и игровой системы На самом деле занимает какое-то время В данный момент я столкнулась с такой проблемой Что у меня есть жизнь, работа У меня просто нет времени сейчас читать книжки по новым системам Это большая проблема Я отлично читаю на английском Но у меня просто нету этих там Скольки-то часов подряд, чтобы вникнуть Что-то там сгенерить, что-то придумать Я бывает смотрю на модуль и говорю себе Наверное, это интересно Но я ничего не знаю То есть я очень мало знаю про мир Я очень мало знаю про систему Я вряд ли сделаю персонажа Наверное, я по-саму С миром тьмы такой проблемы у меня нет Плюс я его действительно на самом деле очень люблю И он простой Ну как для меня он не тяжеловесный Просто потому что для меня Знакомство с миром тьмы проходило в течение нескольких лет Я читала Все еще проходит Я все еще убиваю Даже почитаю какую-то литературу Но оно как бы уже надстройка к существующей базе ДНД у меня закончилось Ну как не закончилось То есть я первый и последний раз играла в ДНД по системе 2.5 Потом я еще поиграла по пятерке Она мне очень понравилась Но вот тройку я видела, четверку Про четверку мне рассказывали Понятно, да? Страшуки на ночь Да, то есть я играю в миром тьмы потому что я его знаю Потому что он мне нравится Ну то есть я знаю приблизительно о чем будет игра Я, кстати, очень не люблю мир тьмы Игры по миру тьмы в России Игры по миру тьмы в Украине Не люблю это Потому что Вездесранской ночи не рулит Да А особенно я не люблю наши прочтения мира тьмы Есть такая проблема, да, конечно Я не буду приводить примеров Потому что возможно эти игры будут узнавать Хотя они делались лет 6 назад Вот Но все-таки Вот то, что придумали беловолки по миру тьмы Оно сбалансированное Если вампиры почему-то прячутся И не открывают себя всему миру То ни в каком Вездесранской ночи Пять вампиров ради эксперимента Не скажут людям, что существует Потому что Иначе об этом знает весь мир Не без этого Не без этого Особенно в эпоху технологий Конечно же Я люблю канон мира тьмы Я люблю разночтение Я люблю Ну всегда У меня есть любимая редакция Третий ревайз Да, то я не люблю Например, я в нее играла И она мне не зашла Ага А можно вопросик почему? Ну я думаю, изменения в механике конкретно не зашли? Да, мне не понравилась механика Мне не понравилось то, что механика вообще не продумана Например, если мы берем стартовых персонажей И опыт, который они получают за игры То до уровня молодой революционер-анарх Игрокам придется играть По мастеру их водить Около трех лет Если никак не с хоум рулить этот опыт там Потом мне, честно говоря, не очень нравится Куда сейчас вообще идет тенденция ролевых игр Мы уходим от игры, от переживания к отыгрышу Мы уходим к разделению эмоций персонажа и игрока Это с одной стороны хорошо Очень важно уметь вовремя вынырнуть и сказать Вот мой персонаж, вот я И это разные люди Вынырнуть, это важно Но для меня точно так же важно погрузиться Потому что как бы мы не крутили Ну здесь немножко больше связано с Ларпом Но на форуме на самом деле тоже Поэтому я не люблю вот эти вот все Пусть мир подождет, я напишу пост через неделю Потому что я остаюсь в состоянии переживания эту неделю И скорее всего он там на третий день сгорит А на четвертый мне твой пост уже не нужен У нас с персонажами одна на двоих там Гормональная система Одни на двоих эмоции Одни на двоих реакции А современные игры уходят от Они пытаются разделить персонажа и игрока То есть отгибай вот это Но останься там собой То есть никого не травмируй Вот это очень важная тенденция современных игр Никого не дай бог не травмируй Узнай согласен ли твой партнер играть в это Это с одной стороны хорошо Но с другой стороны это порождает именно разделение персонажа и игрока И не игру, а отыгрыш То есть ты уже больше прохожа на театр Ты играешь персонажа Но ты не переживаешь то, что переживает персонаж Вот это очень сильно выражено в этой редакции То есть очень много чего диктует тебе Ты должен сейчас испытывать вот эти эмоции Хуже только во второй редакции Нового мира тьмы Там вообще есть состояние Кондишены называются Можешь ползнуть кондишен на другого игрока И там четко описано какие эмоции он при этом переживает И сколько он задолжен открывать Ты такой типа А можно я как-то сам решу что Всегда есть золотое правило Вообще очень интересный момент ты затронула И честно говоря здесь Я всегда мне кажется видел это как именно некий театр Театр воображения И разве не в этом ли смысл Чтобы погрузиться в чужие тапки Назовем это так Чтобы почувствовать себя кем-то еще Понятное дело, что мы всегда Ну мне так кажется по крайней мере Что в каждом персонаже нашем Есть какая-то частичка себя Частичка нас Но как бы разве это не клево Когда ты можешь побыть и безумным ученым Ну попробовать по крайней мере да И варваром там каким-нибудь с пустошей холодных То есть именно разные грани себя Да, в этом смысл Но я же говорю что есть Ну современные ролевые игры идут к тому Чтобы разделить опыт, отыгрыш и переживания Это делает комьюнити менее токсичным То есть меньше пожизневых обидочек За игровые действия Меньше там договорнячков Вот он мой друзяшка я буду с ним играть Это делает комьюнити менее токсичным Но при этом оно убирает слияние тебя с персонажем Оно убирает сопереживание персонажу И испытывание его эмоций Я играю во многом ради эмоций И поэтому, ну современные тенденции Я на них смотрю аккуратно Делю на два Слушаю все еще то, что там говорят на новых конвентах Все новые как бы веяния Я пытаюсь, ну не то чтобы там вот специально, да Но у меня есть друзья, которые Хочешь, хочешь, а все равно узнаешь все новые веяния Они тебе расскажут Нормально Я не на все конвенты езжу Я вообще не очень люблю конвенты Но некоторые Это я могу упасть То есть я правильно понимаю Ты за то, что опыт игрока Равно опыт персонажа Примерно так Что ты сейчас имеешь ввиду? Твой персонаж Это отображение тебя Если ты знаешь как бить, да Там грубо говоря в репу, да То и твой персонаж Примерно будет делать то же самое А если ты не знаешь химию То нет Нет Ты все еще можешь отыграть Угу Я закончила там фармацевтический факультет Национального медицинского университета Украины Я играла крутых хакеров, программистов Вообще не умея ну там пять строчек кода написать не могла Мне верили, другие программисты верили Ты все еще можешь отыграть Я имею ввиду, что я за погружение в персонажа в плане эмоций Угу Я за поднятие спорных тем в играх То есть например в украинских играх в данный момент табуирована тема секса Особенно если это тема изнасилования То есть нет, мы это не играем на нашей игре этого нет Игра по-видимому Окей Ты понимаешь, да? Ну да И я понимаю почему И я за, чтобы этого не было Но я считаю, что в такой ситуации игроки должны договориться между собой Всегда можно там сделать шаг назад и спросить Согласны сейчас в это со мной сыграть? И сыграть или не сыграть? Если человек не согласен, тут не можно оставить его играть Это может быть как травматичный опыт, так и не травматичный Каждой игре нужен дисклеймер То есть на нашей игре вас могут съесть живьем Для некоторых это триггер Нормально, да Условно говоря, да? Ну, я считаю, что нельзя ограничивать переживания персонажа, игрока Потому что в данный момент, ну, в момент переживания персонажа Для меня игрок сливается с персонажем Ты чувствуешь его эмоции Я сейчас все еще говорю немного больше про ларпы Потому что на форуме ты два часа не можешь чувствовать эту эмоцию И тебя немножко попустит То есть ты чувствуешь его эмоции Ты реагируешь на то, что он реагирует так, как он среагировал Ты еще можешь это сыграть как в театре А можешь прочувствовать Я из-за всех тех людей, которые выберут прочувствовать Я не говорю, что это правильный путь или неправильный, кто-то может сыграть, и это будет красиво, и ему нравится именно реальная часть этого всего, а сам он будет с холодным разумом наблюдать это как бы со стороны. Если кто-то так может, честь ему, хвала, и если ему это нравится, то почему бы нет? Вообще, все в ролевых играх должно нравиться участникам. Если это не нравится, то все хорошо. Именно, отлично, хорошо, это очень хороший ответ, спасибо. Кстати, тут один из игроков с ДМа, Райга, спрашивает тебя, как ты относишься к эротическим играм? Райга, наверное, читала игры, в которых я играла. Нормально я к этому отношусь. Ну, имеется в виду, знаешь, скорее игры рейтинга, может быть, даже 21+, не то, что там 16+. В играх, в которых я играла, был, даже на форуме, на ДМе, в том числе, был детальный отыгрыш секса мужчины и женщины, мужчины и мужчины. Вот, вот женщины и женщины пока не было. Вот так вот. Да, но я не против секса в играх. Как я решаю этот вопрос к Ларпе, ну давай оставим. Не факт, что я иду в палатку с каждым. Ну, то есть на каждой игре это обыгрывается по-своему. Мне очень понравился дисклеймер, мы не будем описывать, как это вам нужно отыграть. У ваших персонажей есть момент близости. Как вы хотите это эмоционально отыграть, это мастерляет вам. То есть хотите, подержитесь за ручки, хотите, поешьте сгущенки, хотите, потанцуете. Главное, что это всем нравилось. На откуп игрокам. Да, на откуп игрокам. То есть сцены 21+, если мы имеем в виду сцены сексуального характера, я отношусь к ним нормально. Особенно, если в игре был дисклеймер, что здесь такое возможно. Особенно, если игрок не сказал. Ну, то есть в любой момент игрок может попросить, и мастер может попросить. Давай, плэкаут, ну то есть темный ополок, у вас все было, и все было хорошо. То есть в любой момент любой из участников процесса может уйти там за темную штору. Да, увести всю сцену за темную штору. Все произошло, но вы это детально не отыграли. Или вы отыграли это во всех деталях, и там, перечитал весь форум, и в текаря сохранил себе на диск. А вслух сказал фу-фу-фу, боже мой. Вы точно играете в те ролевые игры. Классика. Да, это же относится к сценам. Расчлененки, убийства, к любым на самом деле. Я тебя понял. Ну, надеюсь, и Райга тоже все понял. Кстати, пока готовился, ну, скажем так, к своему удивлению, обнаружил тебя в одной старой игре по тайному городу. Вадима, по-моему, да, Панова? И вот хочу на всякий случай издалека, так сказать, начать. Как ты вообще относишься к творчеству Панова? Читала, смотрела? Я была молода. Мне нужны деньги, шучу. Я была молода, мне было что-то около 20, и мой первый муж коллекционировал книжки Панова. Ого. Он не все их читал, я тоже. Он знает толк. Да, я точно знаю, что я не дочитала, ну, то есть я их точно не дочитала всю серию. Моя любимая книжка — «Монгор войны». Сериал не смотрела? Нет, сериал не смотрела. Я видела только несколько сцен на ютюбе, и мне хватило, нет. Я не читала Ребус Гаала точно, и, возможно, несколько книжек перед ним. Ну, я была молода, мне было 20, это была легкая чтила, ну, там, 20, 21, 22. Некоторые первые книжки мне нравились, потом оно стало слишком вырисюшно, ну, то есть видно было, что автор увлекся персонажами. Все как-то, ну, стало напоминать, знаете, сценарий стал понятен, что сейчас эти чуваки спасут весь мир, а этот мутный тип в белом костюме, он на самом деле все забыл. Тантьяга. Но, да, но сам материал, как-то, ролевой игры, он не тот. Более того, я играла в несколько городских играх в городе. О боже мой. Да, да, две из них, две или три из них, нет, все, все игры по «Тайному городу» для меня были в «Красполе». Да, «Краспол» в «Живой игре», я тоже это делаю, причем, если меня что-то и выдает, то только голос. Если вначале это было сложно, ну, то есть я еще там училась, Гримму, всему такому прочему, да, то потом уже, да, я выходила в «Красполе» на полигоне, и люди, даже те люди, которые очень против «Краспола» на полигоне, против, толкают свою речь и говорят, мы сделаем исключение для «Амагии», а всем остальным нельзя. Нормально. Ваши исключения, ну да, спасибо. То есть, ну, бывает. Ну, то есть, а я играла в «Городские» по «Тайному городу», моя любимая роль — это «Багдан Листа», я сыграла его два раза, потому что творчество по нового. А это неплохой материал для ролевой игры, потому что ролевая игра, она обычно про что-то такое, про приключения, про какие-то, ну, про кружку, про городской фэнтези, вот. Да, это, на самом деле, очень хорошая, ну, то есть неплохая ролевая игра, особенно если мы не говорим про то, что мы сейчас как-то глубины-глубины, отыгрыша этих погружения и там морально-этический конфликт, она будет похожа на не очень дорогой боевик. Некто, рыцарь-узурпатор, спрашивает, что общество ждет игру по «Тайному городу». Когда же? Я напишу этому рыцарю-узурпатору на фейсбуке. Слушай, я не знала, что он все еще хочет. Жив? Да, вот. У меня хороший вопрос. Я обещала игру по «Тайному городу» и могла. Ладно, я не помню такого. Ну, наверное, тогда же, когда я с мамочного детей. Нормально. Ну что ж, хорошо, пускай рыцарь ждет и, надеюсь, своего дождется. Передаю привет рыцарю-узурпатору. Отлично, отлично. Кстати, еще одна игра, которая меня заинтересовала из твоего списка, называется она «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Это, внимание, соло-модуль с 2012 года. И вы вот прям вот 8 лет вы играете соло-модуль? Нет, мы не играли все 8 лет. Мастер этой игры на 5 лет уходил с ДМа. Он вернулся спустя 5 лет и предложил мне... Ну, то есть мы какое-то время пообщались. Ну, конечно, когда ты играешь, там года 3 играли, 2, какое-то время. Я играла и играю у этого человека. И как бы это мой топ выбор, да. То есть мастеров. Он мне предложил продолжить. Когда он возвращался на ДМ, первый модуль, который он своих рестартнул, завел. Он мне предложил продолжить, и я сказала «Да, конечно». Мы на самом деле закончили этот модуль, мы там уже обсасываем какие-то детали, и мы никак не можем закончить. Вот. Но если бы была какая-то игра, которую я бы хотела сыграть еще раз на ДМ, это была бы Нью-Йорк Нью-Йорк. Я... Круто. Которая просто взяла за душу. И она была... А кто мастер? Иншал. Иншал, да. Кстати, вас достаточно часто видно вместе. Вы прям настолько нашли себя на ДМе. Я не могу сказать, что мы нашли друг друга на ДМе или себя на ДМе. У нас составляют некоторые взгляды. Не без конфликтов, конечно, не без каких-то пониманий. Но в целом, конечно, с моего топового выбора, мастеров, которых я бы хотела играть, игры, которых мне очень нравятся, игры, которых я буду читать, даже если они читать не будут. Да, мне очень нравится его. игры, ну, как бы, как игрок. Мне кажется, раньше им нравилось больше, а сейчас, ну, есть какие-то большее там разновласия. Ну, я надеюсь, что он все-таки дойдет до этого интервью, и, возможно, у вас будет повод еще пообщаться на эту тему. Не надо. Пока мы еще на Мире Тьмы, еще один пользователь из DungeonMaster.ru, нечто тринадцатый, передает привет и спрашивает, когда же следующие оборотни в американской глубинке? А-а-а, когда же следующий оборотни? Сразу же после фей в американской глубинке. Блин, я таки это сказала. Да, у меня есть несколько планов по играм. Фей. Да, это Change in the Dreaming. Возможно, какая-то моя вариация на тему Matched Ascension. Это то, с чем я вот хожу в голове, да, там что-то записываю, делаю зарисовки, собираю там определенные штуки, которые мне будут нужны для игры, иллюстрации, говорю, в модуле, который я, конечно же, никогда не сделаю. Но было бы интересно, да? Да, но было бы интересно. Я знаю, что я его сделаю. Вообще, Мир Тьмы, он писался под Америку восьмидесятых. И вот это то, что нужно играть. Потом, конечно же, есть пятое. Что хорошо про это редакция, это то, что с вами современность на 4-е работают. Вот из бэк в ней, в бэк в ней, лор в бэк в ней хороший. Но мне нравится именно тот дух восьмидесятых, еще не девяностые, еще не двухтысячные, вот как раз вот этот вот, ну, он особенный. Вот это должна быть Америка, либо мегаполисы, либо глубинка вот этих вот самых восьмидесятых видов. Или близкая к тому, там, застрявшая во времени. Для фей, конечно же, да, вот это одноэтажная Америка, пожалуй, такой один из лучших вариантов, на мой взгляд, конечно же. Кстати говоря, про фей. Вот ты сейчас сказала Dreaming, линейка Старый Мир Тьмы. У меня чуть-чуть все немножечко упало, скажем так. Я правильно понимаю, что к Lost ты относишься хуже. Я Lost знаю лучше. И, честно говоря, все еще люблю больше. Игр по этому вопросу не было очень долго. Я его водила, ну, пыталась водить на ДМ, я даже не взлетела. Водила в Реале. В Реале это было уже с моим вторым мужем. У нас было несколько хроник, которые мы вели вместе, да, два мастера. Иногда мы менялись, кто-то из нас мог играть, пол взять персонажа, поиграть, второй водил. Мы придумывали вместе сеттинги, мы придумывали вместе сюжеты каких-то персонажей. Иногда мы придумывали по сюжету там отдельно. Иногда мы спорили, боже, он не мог такое сделать. Вот. У нас была вампирская хроника по Реклиму в Крузе и была хроника по Ченчелину. И с тех пор, все, что я видела на ДМе, это игра Разиэля, которую он несколько раз это реанимировал. И больше я Ластов особо и не наблюдала. И не наблюдала их в своем окружении. Очень клевый, богатый сеттинг, но почему-то его никто не водит. И никто, ну, как бы игроков на него найти довольно-таки. Очень большая проблема. Я прям даже не знаю, не знаю, что с этим делать. Ведь ДМеем почему-то очень мало уделяется внимания. То ли в силу, может быть, какого-то недопонимания, потому что сеттинг своеобразный достаточно. Или в силу еще чего-то, да, непонятно. Хотя вот лично мне The Lost нравится больше. То есть Дриминг клевый, он такой очень как сказочный, да, но The Lost для меня это именно такой вот интенсенция феи, именно мира тьмы, каким он, наверное, должен быть в идеале. Дриминг и Lost, они немного разные. Кстати, сам Эншал придумал, как их компилировать вместе. Идея мне понравилась, но это нужно говорить с ним. Lost, он более понятный в твоих концепциях, в заложенных в него концепциях. То есть да, ты беглец от странных чудовищ, может быть, феерических чудовищ, ты несешь часть их там, того, что мы с тобой сделали, это часть твоей силы, и ты как-то с этим живешь. Это очень любимая тема мира и тьмы, на самом деле. В Дриминге все немного по-другому. Я, кстати, не тот человек, который много может рассказывать о Дриминге. Дриминг — твой мир умирает. Обозначенно умер. Кстати, очень в Вервольфах то же самое. Более того, реальность тебя убивает. Но, в общем, при этом она, да, он более сказочный. На самом деле, Дриминг — это игра про ролевиков. Я бы сказала, да, это игра про ролевиков. И да, очень многие ролевики компании обзавелись своим бизнесом и больше не играют в ролевые игры. Банальность поглотила, да. И где же наше лето, да. Согласен, а часть это как раз про это. Хотя, я думаю, тут многие найдут отголоски чего-то своего, будь ты ролевик или кто-то еще. К сожалению, да, вот эта тема взросления, она как бы очень актуальна, когда, да, с годами появляется какая-то вот эта рутина, которая отнимает больше у тебя от твоей жизни и не дает столько много радости, как там, не знаю, может быть, лет в 20, 15, 16. К сожалению, в общем, ситуация с феями на форуме довольно плохая. Причем, я даже недавно видел то, что запускал Inshal. Это были, по-моему, как раз таки тримминг, но еще и по темным векам. И игра так и не стартанула, набралось куча читателей, но никто не захотел прочитать книжку. К сожалению, включая меня, то есть я прочитала ее наполовину, но этого было недостаточно. то есть я очень хотела поиграть в эту игру, но я поняла, это же та самая проблема, когда у тебя просто нету ресурса времени сесть и читать книжку и запоминать ее. На мой взгляд, сейчас, когда уже очень много появляется очень легковесных систем, которые позволяете буквально за полчаса или за 10 минут сгенерировать персонажей, идти вперед. То, что называется OSR, Old School Revival, возможно, ты про это слышала. Да. Когда все упрощается, в этом плане упрощается. И после вот такого, блин, действительно сложно возвращаться к достаточно тяжеловесным вот таким системам и по механике тяжеловесным, и по бэку тяжеловесным, да, когда нужно правильно вот занырнуть с головой вот в это все дело, чтобы играть хорошо или хотя бы просто начать играть. Я согласна с этим утверждением. И мне это действительно то, что мне нравится в играх «Новые школы», это в том, что ты, ну, они ориентированы на то, что ты пришел 10 минут назад узнал об этой игре, вот та же самая игра «Клыков» Марка. Сама она была ориентирована на людей, которые пришли на этот партий-гейм. Вот. Она ориентирована на людей, абсолютно разный контингент, которые пришли на вечеринку и вытащили три карты. Ну, то есть, там был какой-то возраст, моя катерия и что-то там еще. И готовы играть. То есть, там в этих карточках есть все, что им нужно о том, чтобы узнать об этой игре. Действительно, нам там выдали эти три карточки, которые, ну, там были формата половинка А4, то, что нужно знать персонажу и все, что нужно знать игроку о взаимодействии. И, получив эти карточки, не зная ничего о мире тьмы, на самом деле, мир становится все быстрее, наш мир становится все быстрее, у нас все меньше времени на то, чтобы там пролазить в окна к любимому, в смысле читать. Мы перестали пролезать в окна к людям, именно не залезать, а пролезать. Вот. То есть, читать все эти книжки. Почему я не играю в Гурбс? Потому что, когда-то я играла в Гурбс, тренировка персонажа в Гурбс занимает неделю. Неделю ты подсчитываешь цифры и балансируешь их. И нет этой недели. И на самом деле, не хватает просто времени и ресурса для поглощения большого количества информации, а современные игры ориентированы на то, что тебе дали три карточки, ты готов и пошел играть. Но не все мастера на это согласны, не все игроки к этому готовы. То есть, например, приведив в мой любимый мир тьмы персонажа, который прочитал только три карточки, он будет мне там рассказывать странные вещи, он недолго проживет. Не то, чтобы я его убью, но он просто там недолго проживет. По крайней мере, его иллюзии так точно. Ну да. А мага, что вдохновляет лично тебя? Эмоции. Яркие эмоции, как фею из нового мира тьмы. Яркие эмоциональные переживания. На самом деле, вся наша жизнь состоит из опыта, экспириенса, из переживаний, из впечатлений. В сухом остатке единственное, что имеет ценность, это впечатление. Это то, что ты получаешь именно для себя. То есть, все, что ты делаешь, ты делаешь для того, чтобы получить впечатление. Это очень такое жесткое признание, очень мне понравится. Но все материальное, оно на самом деле проходящее, сказал человек, сегодня купивший мотоцикл. Я купила его ради впечатлений. То есть, для меня игра это эмоции. Я думаю, это абсолютно нормально. То есть, все мы для чего-то, собираемся на форумах или за столом или где-то в поле и впечатление, да, пожалуй, тот самый наркотик, который позволяет нам день ото дня исполнять всю остальную рутину. Наверное, как-то так. Да, то, что это наркотик, у меня иногда возникает мысль, что, да, действительно ролевые игры в чем-то наркотик. Абсолютно нормально. Кстати, обратно к ролевым играм. Я заметил, что у тебя, наверное, даже большая часть твоих персонажей на ДМе, это именно мужчины. Я так понимаю, что к кросс-полу ты относишься нормально. Да, я отношусь позитивно к кросс-полу, отстаивала право игроков на кросс-полу очень долго и много. Сильно пожалела, что выбрала не гендерно-нейтральный ник и указала пол в профиле. Потому что, если бы я была, если бы я регистрировалась на ДМе еще раз, ник был бы гендерно-нейтральный. Я говорила бы с людьми вне игры так, чтобы моя половая принадлежность была непонятна. И кросс-польные, ну и кросс-польные срачи были бы просто пресекли. Ну как бы, меня бы кросс-польная дискриминация меня бы не касалась. Ну с другой стороны, можно с ней повоевать как на супер-мене. Это уже каждый выбирает, наверное, сам, да. А все-таки, почему именно кросс-пол? Почему персонажи мужчины, да, а не персонажи женщины? Все же абсолютно одинаковые персонажи с абсолютно одинаковым бэкграундом, абсолютно одинаковым занятием, абсолютно одинаковой концепцией мужчина и женщина будут играться по-разному. Почему бы не сыграть мужчину, если мне хочется именно мужской образ в данный момент. Мне хочется мужской модель поведения, мне хочется там, те мужские качества, которые я закладываю в своих мужских персонажей. А в женском оно будет смотреться не так. Оно будет смотреться неигранно, оно будет смотреться как, ну, как это, очень сильно выпендривающаяся и самоутверждающаяся девочка, условно говоря. И это не тот образ, за которым я сейчас хочу сходить. Я хочу сходить вот именно за вот этим образом. Почему нет? У меня это периодами, у меня периодами много женских персонажей, периодами много мужских. Сейчас у меня период женских персонажей. Я доиграла своих расспольных, чуть-чуть поиграю девочек. Я выиграю мужского персонажа, когда мне нужны внутренние стержни и уверенности. Мы все же часто следуем каким-то шаблонам, там, литературным, каким-то, что-то, что мы видели, которые заложены, да. И женских персонажей таких, их меньше. Они, скорее всего, идут с концепцией профессионал, и у них урезаны все остальные мозги от их жизни. Я играла таких женских персонажей, было интересно. Но мне хотелось таких мужских персонажей. Почему мне было бы их не сыграть? Я их сыграла. Почему бы и нет? Кстати, говоря вообще про мальчиков и девочек, как вот, по-твоему, есть какое-то принципиальное различие в том, как играют парни и как играют девушки, будь то за столом, в поле или на форумах? Девушка чаще будет просить помощи. Я не уверена, но мне кажется, по моему опыту, девушка чаще будет просить помощи в каждой системных вопросах. Притом, она может спросить и у другой девушки. Ну, парень будет чаще пытаться разобраться сам. Вот. Возможно, это работает, может быть, для девочек больше работает включить блондинку, похлопать глазами. А в плане непосредственно от игры что есть такое, что, например, ну, например, да, девочки более погружаются в своих персонажей, или мальчики, наоборот, более погружаются в персонажей, а девочки... Это индивидуально. Я не могу сказать, что что-нибудь из гена или фенотипа мужчины или женщины способствует погружению или не погружению в персонажа. Я видела очень разное. Вот. Я видела совершенно неиграющих девочек, которые там приехали, вырулить. И вообще, что это здесь происходит? Нет. Ну, пожалуйста, вот это же ставьте. Я видела мальчиков, которые рыдали, там, умирали, несли на руках этих умирающих девочек, с которыми они играли. И потом еще неделю переживавших. я видела разное. Я видела хорошего погружения девушек, хорошего погружения парней. Я видела глубокое погружение тех и от тех. Я не могу сказать, что это как-то сопряжено с полом, это сопряжено скорее с отношением человека к игре. Хорошо. Кстати, Амага, вот ты на форуме уже почти 10 лет. Что-то изменилось за это время в тебе, как в игроке? Да, многое. На самом деле многое изменилось. В лучшую или худшую сторону? А и в ту, и в ту. Ну, то есть я стала гораздо тревожнее, это сильно трепет нервы окружающим, это плохо. Я стала смелее в том, что я готова играть, но в то же время я где-то в каких-то не стала консервативнее. Я нашла какие-то полюбившиеся мне образы, темы, которые мне нравится обыгрывать раз за разом. И с одной стороны это амплуа уже, а с другой стороны почему бы не сходить и сыграть что-то еще. Я стала терпимее к людям. Не могу сказать, что совсем уж терпимее, я все еще нетерпима к людям, которые тормозят с постами. Но в целом, то есть, как говорит, я не хочу вот-то играть, я говорю, окей. Вот. Приходит, говорит, Роману я пришла договориться, давай мы вот-то играть не будем, сыграем вот так. Я говорю, отлично, окей. У меня появилось убеждение, что в игре почти всегда необходим диалог, в котором можно обсудить, слушай, а вот такой поворот не был. Сейчас очень зашел. Это может быть диалог с мастером, с игроком, игрок может тебе подбирать. Я бы тогда сейчас раскрыл свой персонаж. Что я могу для тебя сделать? Слушай, вот мне сейчас нужно твоего персонажа убить. Нарвался, по-саму я не могу. Давай выбираем. Либо ты, ну, либо твой персонаж сейчас закончится, либо мы как-то придумаем другой выход на этой ситуации. Вот к этому диалогу я стала более терпимо относиться, более того, считая, что он необходим. Окей, тогда еще один вопрос, он последний из нашего основного блока. Что посоветуешь братьям и сестрам игрокам с ДМа? Играйте в свое удовольствие. Если вам что-то не по кайфу, не бойтесь уходить, но пускай игры будут вам по фану. Отлично, это прям на века. Итак, Омага, мы закончили с основным, и у меня есть небольшой блиц для тебя. Это короткие и не очень вопросы, на которые ты можешь отвечать, соответственно, коротко, но лучше побольше. Готова? Давай. Толкин или Перумов? Толкин. Почему? Потому что он как-то продуманнее, вот, я читала и того, и того, но Толкин продуманнее, интереснее, и менее, ну, как, Рис Юшин, вот. Подожди, а про какого Перумова мы сейчас говорим? Башня Шутов вроде неплохо, правда, замудная, а что не могу? Три раза начинал. Ну, примерно так, да. Кстати, а как ты к экранизациям относишься, произведений профессора? Отлично к ним отношусь, популяризирует его, отличная картинка, да, отступает от канона, ну и что, когда экранизации не отступали от канона? Согласен. Идем дальше. Старый мир тьмы или новый мир тьмы? Кому арбуз, кому свинный хрящик. Лично мне старый мир тьмы, третья ревайз редакция, новый мир тьмы, первая его редакция, вторая редакция нового мира тьмы, кушайте сами, я такое не ем, а та редакция старого мира тьмы, тоже кушайте сами. Отлично, хорошо, хорошо. Назови, пожалуйста, три плохих качества игрока, на твой взгляд. Для формной ролевой игры или вообще? Ну, а кстати, вот, что тебе больше хочется? Можешь вообще даже. Стремление всегда победить, я считаю это плохим качеством, потому что это портит взаимоотношения, нужно делиться победой, с тобой просто играть не будут. Стремление использовать дырки в системе, и самое важное, наверное, это отсутствие отыгрыша. Похоже на правду, особенно последнее, да. Окей. У тебя есть какой-то личный топ игроков с ДМа? Помимо вот Иншала, потому что Иншал, мы уже поняли, он топ. Я люблю Эротара, с ним тоже довольно интересно играть. Знаешь, у меня игроки, которые долгое время были у меня в топе, например, сейчас я бы с ними играть не начала, потому что это в последнюю неделю, и я подумаю, вот, я не хочу называть эти имена. Вот, такие вот дела. Просто многих этих людей уже давно, ну, как бы, и нету на ДМ. Мне очень нравится Ланни Ланфер. Вот, она, ну, кстати, да, мы с ней сейчас играем, у меня сейчас немного игр. Она мне нравится, или он, я не уверена, кстати, и не буду проводить расследование. В общем, мне этот игрок нравится очень, да, нестандартными идеями. Мне нравится, я не знаю, как это правильно пропитать, тоже игрок, с которым я сейчас играю. Я попытаюсь фейт, или что-то про фейт, что-то такое. Очень немного плюсов, в немногих играх играет, но он такой надежный и основательный, и ты просто, когда человек играет, там, с тобой, тебе становится спокойно, потому что мир не сошел с ума. То еще, я не хочу называть, я играла, перестала. Мы можем остановиться уже сейчас. давай остановимся. Хорошо, отлично. Если бы тебе довелось сделать выбор представителем какой линейки мира и тьмы стать, вот, в реальной жизни. Боже, спасибо. Можно я буду человеком дальше? Можно, это отличный выбор. Отличный выбор, почему бы и нет. Окей, что есть магия игры? Магия игры? Угу. Это сложный вопрос. Магия игры, это то, как уманный мир оживает. Это такая некромантия. Прозвучало круто, тем не менее. Окей, это подходит, хороший ответ. И мой последний вопрос на сегодня, самый, на мой взгляд, интересный, особенно от тебя, как от человека, который уже пожил, повидал. В чем смысл жизни? 42. Слышал я такое. Но его нету. Воу, вот так вот, значит. Ну ладно, хорошо, хорошо. Что ж, это был последний вопрос на сегодня. Омага, огромный тебе респект за то, что согласилась прийти, за то, что поделилась своими мыслями. Блин, очень клево узнать, что такие вот ролевики еще с нами. Как бы странно это, наверное, не прозвучало, да? Что-то я себя старой почувствовала. Нет, я бы не сказала, что это. Это нормально. Нет, ты не старая, ты не старая. Твое лето еще явно не закончилось, и я желаю, чтобы лето было как можно дольше. Спасибо тебе, спасибо всем, кто послушал, кто дошел до сюда сегодня с нами, и до новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»